Любое исцеляющее воздействие тем эффективней, чем полнее достигнуто понимание природы болезненного состояния и причин, обусловивших его появление. Поэтому, говоря о том, как вылечить испуг у ребенка, важно разобраться в сути возникновения такой психосоматической реакции организма и вычленить объекты, на которые она проявляется. Испуг, по сути, реакция на опасность. Для младенца весь спектр опасности связан с бесперебойным ритмом жизнеобеспечения и ощущением надежной защиты, которую дает пребывание в тактильно-энергетическом контакте с матерью. Энтен Пепеп, нарушение привычного ритма, задержка кормления, охлаждение, неожиданная смена места могут стать условием рефлекторной реакции и испуга. Самым серьезным стрессом для малыша в этот период жизни, безусловно, является потеря непосредственного контакта с самым важным для него существом – матерью. В этом случае испуг включает механизм страха одиночества, который характеризуется более продолжительным и разрушительным воздействием. Испуг проявляется в замирании, вздрагивании, расширении зрачков, учащенном дыхании, втягивании головы в плечи и, наконец, крики. Ребенок требует, чтобы его взяли на руки, капризничает, проявляет беспокойство, у него нарушается сон. Такие реакции может вызвать резкий звук, неожиданное действие извне чужой человек. Сила испуга зависит от внезапности явления, негативного в эмоциональном плане прошлого опыта, многократного повторения травмирующей ситуации. Следствия испуга выражаются по-разному. У одних в истерике, панике. У других в зависании и уходе в себя. Главным условием помощи ребенку в преодолении испуга является любовь и внимание родителей. Важно то, насколько чутки они к эмоциональному состоянию малыша, как своевременно умеют определить или предупредить раздражающий фактор, провоцирующий испуг. Правильное поведение родителей, как скорая психотерапевтическая помощь. Только их ласковые слова, поглаживания, объятия могут снять последствия травмирующей ситуации. Испуг у детей дошкольного возраста может быть напрямую связан с психологической обстановкой в семье. Напряженные отношения родителей, в которых мать испытывает негативные чувства, могут проецироваться на душевное спокойствие ребенка. Испуг перед жестким наказанием, окриком, страх остаться одному, боязнь темных помещений и сказочных героев – все это результат неправильного воспитания и безразличия взрослых к тонкой эмоциональной. Организации ребенка. К такому же результату, как ни странно, может привести излишняя изнеженность и залюбленность чада, когда взрослые сознательно сужают его круг общения, лишают возможности проявлять самостоятельность. И активность. Перенесенный в дневные часы испуг рождает ночью кошмары, которые плодят немотивированные страхи и агрессию, как ответ организму на опасность. Так трусость и агрессивность могут стать чертой характера. Всякое лечение сильно профилактикой. Если, отправляясь в новое место или на медицинскую процедуру, вы расскажете своему ребенку подробно и спокойно о том, что его там ожидает, то испугание будет, а следовательно не будет той цепочки последствий, которые скажутся на его здоровье и характере. Испуг как реакция на новые раздражители сопутствует началу обучения в школе, особенно если родители ставят перед вчерашним дошкольником ответственные учебные задачи, ориентируя только. На отличный результат постоянно сравнивают с идеальным образом ученика. Совокупность страхов первоклассника может быть снята только доброжелательным и профессиональным поведением педагогов. Здесь немаловажную роль играет сотрудничество школы и семьи, вырабатывающих общие подходы к снятию школьной тревожности и сознательному принятию условий нового социального статуса. Испуг в медицине не считается заболеванием. Опасно то, что сильный испуг может стать почвой для страха или даже фобии, устойчивой неконтролируемой формы страха, боязни какого-то объекта или явления. Стойкие детские страхи провоцируют заболевания сердца, сосудов, нервной системы. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Следствием тяжелых психических травм на почве страха может стать и нурез заикания, хождение во сне. Поэтому в рамках медицинских рекомендаций детей с такими проблемами надо обязательно показать невропатологу, сделать электрокардиограмму, проконсультироваться с логопедом. В народной медицине испуг у детей всегда снимали заговорами. Жизненный опыт многих взрослых людей хранит память о деревенских бабках, которые заговором лечили у младенцев грыжу, родимчик и испуг. Верить или не верить в народное целительство – дело каждого конкретного человека. Но в арсенале борьбы с детскими испугами, кроме этого, есть еще и помощь профессионального психолога, фитотерапия, эромотерапия. Психологические практики, такие как сказкотерапия, направлены на разблокирование связей травмирующего фактора и эмоциональной привязки к нему. Занятия с психологом помогут в ходе доверительной беседы выявить причины и ситуации, порождающие эмоции страха, специалист научит приемам преодоления этого чувства. Фито и эромотерапия призваны снять возбуждение, успокоить ребенка, создать условия для равновесия нервной системы. По назначению врача в тех же целях используются гомеопатические препараты, которые позволяют варьировать компоненты и дозировку оптимально для каждого ребенка, с учетом его возраста. Текст озвучен с помощью Яндекс.ПичКит. Для снятия возбуждения детям, страдающим от приступов страха, рекомендуется успокаивающие травяные сборы, включающие пустырник и валериану, отвар мелисы с медом и молоком. Все это народные средства, проверенные временем. Хорошо снимают чувство тревоги хвойные, ромашковые или лавандовые ванны, которые воздействуют и на тело, и на органы чувств. Полезны для укрепления нервной системы трехразовое ежедневное обливание прохладной водой с макушки. Текст озвучен с помощью Яндекс.ПичКит. Для незакаленных детей достаточно обливать ноги от колен. Эту процедуру повторять 10 дней. Такой же результат в профилактике неврозов, вызванных испугом, дают контрастные ванны для ног, когда чередование горячего и холодного осуществляется через 10 секунд. Тактильное воздействие на активные точки стопы тоже помогают уравновесить нервную систему. Для этого используют нагретый песок, на котором ребенок, используя разнообразные движения, должен активно массировать стопу. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Вообще хождение босиком по траве и грунту или размокшей глине очень благотворно сказывается на психологическом здоровье людей любого возраста. Испуг – защитная реакция организма. В процессе эволюции он сыграл важную роль в выживании человека как вида. Негативны его последствия, проявляемые в таком деструктивном чувстве, как страх. И поскольку все болезни идут из детства, очень важно освободить наших детей от тяжелого груза недугов, сделать их способными противостоять страху. А для этого нужен здоровый климат в семье, взаимоуважение и любовь всех ее членов, забота о психологическом здоровье каждого маленького человека. Любовь родителей – лучшее лекарство от испуга. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.